Ежегодно в третье воскресенье мая весь мир отмечает День памяти жертв СПИДа. Накануне памятной даты лабутнанские врачи провели встречу со студентами лабутнанского филиала Ямальского многопрофильного колледжа. Они рассказали ребятам о специфике ВИЧ-инфекции, о способах заражения, методах профилактики лечения. Эстафеты за здоровый образ жизни приняли читатели Центральной городской библиотеки. Подробности в сюжете Ирины Волокитиной. Почти полтора миллиона россиян, среди них более трех тысяч ямальцев. Это официальные цифры, лабораторно подтвержденные случаи ВИЧ-инфицирования. Сложно сказать, сколько еще больных людей живут среди нас и даже не подозревают о смертельной опасности, нависшей над ними. Это заболевание, которое не теряет своей актуальности, продолжает распространяться, заболеваемость растет. Конечно, это не в геометрической прогрессии, но и остановить пока что, к сожалению, не удается. Подвержены все группы населения и даже если существует стереотип, что это якобы люди с низким социальным статусом, нет. На данный момент это все-таки люди среднего статуса. Медицинская статистика доказывает, что более трети процентов ВИЧ-инфекций, выявленных на Ямале, завезено вахтовиками. Они едут с территории, где большой уровень заболеваемости. Это Самарская область, Башкирия, Кемеровская область, Коснодарский край. Ситуацию усуглубляет и наличие рядом исправительных учреждений. Сегодня взрослые рассказывали молодежи о том, как обезопасить себя и своих близких. У нас проводится каждый 3-й воскресенье мая, это 19 мая, ежегодно проводятся акции по памяти погибшим от ВИЧ-инфекции. Сегодня мы пришли с целью профилактики. Студенты многопрофильного колледжа внимательно слушали специалистов городской больницы и задавали интересующие их вопросы. Например, чем ВИЧ отличается от СПИДа и можно ли жить полноценной жизнью инфицированным людям. У меня есть друг с Питера, он ВИЧ-инфицирован, он ведет нормальный образ жизни, постоянно употребляет таблетки, ну и не опасен для общества вообще. Давно доказано, что от СПИДа не умирает, если наблюдаются у врачей, но вряд ли кто-то из нас хочет стать жертвой болезни. Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек позволят защититься от инфекции. Все мы вместе можем бороться против такой страшной заразы, которая называется ВИЧ-спит, это заболевание, подтвержденное. К сожалению, сегодня нет от него лекарства, есть только чудо и вера в то, что вы делаете сегодня, какой выбор делаете вы для того, чтобы не привлечь в свою жизнь такие страшные вещи. Речь о профилактике шла и в стенах городской библиотеки, сотрудники которой активно поддержали всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ-спит». Её главная задача – привлечь внимание к проблеме не туго, предупредить о возможных последствиях. В мероприятии участвовали представители городской молодёжи. Они обсуждали своё право на здоровье. Без это сопровождалась демонстрация документальных видеоматериалов. Затем в онлайн-режиме они передали эстафету своим сверстникам из Муравленка. Молодёж в городе Лавыртанке выбирает здоровый образ жизни. Мы против ВИЧ. Свой выбор сегодня также сделали и студенты многопрофильного колледжа. Они прошли тестирование на ВИЧ. Ирина Волокитина, Дмитрий Сверид, программа «Время местное». Продолжение следует...